Мы будем говорить о той помощи, которую мы, Украина, ждем от Соединенных Штатов Америки. Насколько этот процесс оброс догадками, слухами, подозрениями, сплетнями и ПСО Кремля, и что же на самом деле происходит, давайте будем в этом всем разбираться далее в нашем эфире с нашим гостем. И к нашему эфиру присоединяется Питер Залмаев, это директор Евразийской демократической инициативы, политолог. Здравствуйте, Питер. Рады приветствовать, Питер. Здравствуйте. Добрый день, друзья. Питер, ну еще до Нового года, если честно, мы устали от этого сериала в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Большие надежды возлагали на то, что отдых образумит некоторых конгрессменов, да, без привязки к их партийности, но все мы понимаем, кто варит воду. Увидели и первые акты этого спектакля уже после этих выходных, после каникул конгрессовских. Как вы считаете, ухудшилась ситуация за это время или, в общем-то, стабилизировалась? На что мы можем рассчитывать в ближайшее время? Ну, я думаю, что ситуация, к сожалению, она и не ухудшилась, и не улучшилась. Да, были те эксперты, которые считали, в том числе наши эксперты, что вот уже буквально в первые дни января все разрешится. И вот это же логично, правильно? Для Украины жизненно необходима эта помощь, но судьба распоряжается иначе и еще раз посылает нам недвусмысленный сигнал, что для Америки есть куда более, каким кажется, по крайней мере, этим республиканцам куда более серьезные вопросы, в частности, то, что называют открытыми границами США с Мексикой. И они пока, ну, считают, что не смогли вытянуть из демократов все то, что они могут вытянуть. И с каждым разом, знаете, ужесточают свои уступки. И некоторые даже считают, что это просто всего лишь такой, скажем так, прием, не более чем уловка для того, чтобы просто тормозить помощь по Украине. Но я не думаю, что для большинства республиканцев Украина аж настолько важна, что в другую сторону, что в эту сторону, помощь или не помощь, как, собственно, вот этот электоральный вопрос. Я вчера раз константирую, что Украина положена именно вот этих политических игр. И не исключено, что республиканцы будут и дальше затягивать помощь Украине, потому что всячески хотят переложить на плечи Байдена или повесить, знаете, альбатрос на его шею, провал ситуации с нелегальными мигрантами. То есть тут уж нужно еще понять, что им выгодно, знаете, получить от Байдена все уступки возможные и представить это как победу в своем лекаре, или же обвинить его в провале этой политики. И уже при, если он переизберется Трамп, дать возможность уже Трампу, собственно, провести эту реформу. Поэтому сложно сейчас что-то сказать. Торги продолжаются. Есть какие-то подвижки. Майк Джонсон, буквально последняя информация, готов пойти навстречу демократам и, скажем так, не отменять данного им обещания оставить открытым правительством, то есть не закрывать правительство, есть такое предприятие, close the garbage, shut down. То есть избежать shut down, то, что от него требует сейчас республиканская, то есть трампистская фракция в партии. И вот последний сигнал от газеты New York Times, что Джонсон готов показать свой хребет и не прогнуться против влитянцев. Но ему нужна также, соответственно, некая гарантия иммунитета от демократов. То есть заверение демократов, что они проголосуют за его сохранение при этой припозиции главы спикера парламента. Мы помним все грустные примеры его, предшественные к Кевину Маккарти, которого буквально кинули, что называется, под автобус. А вот Мальт Джонсон хочет избежать этого сценария. А без голосов демократов республиканцы не смогут его, получается, убрать? Ну, я думаю, что, опять-таки, несмотря на то, что они большинство, у них большинство очень слабое. То есть там буквально, если не ошибаюсь, где-то 15-20 у них преимущества. И Джонсону нужно брать только небольшое количество, что называется, «marred representatives», то есть умеренных таких членов республиканской партии, и получить всецельную, всеобщую поддержку демократов. И тогда он, что называется, остается на плаву. Питер, ну, похоже, что тема стены, которая еще до Нового года оказалась, является тем самым камнем твитновения для того, чтобы оказать помощь Украину. То есть эта тема уходит на второй план, то есть здесь видны какие-то сподвижки. Но появляется как будто бы новая ИПСО или, может быть, новый нарратив о том, что в случае победы Трампа Штаты могут выйти из НАД и отказаться от такой военной, скажем, военной конгломерации. Как вы считаете, это предвыборное заявление, либо это же новые риски, с которыми придется сталкиваться и Европе, и Украине, собственно? Кстати, но это как раз и не ИПСО. Если это ИПСО, то тогда чего это ИПСО? Трампа, собственно, опять-таки. Если Трампа договорить, значит, Трамп считает, что это тема на популярность его электората. И забывая, что он пришел к классе в 2016 году, они вместе с своим зятьком Кушнером, мужем Иваном Трампом, обратились к консалтингу интернет-компании Кембридж Аналитика, которая разработала вообще, знаете, революционный подход работы с электоратом. Они смогли обозначить все горячие точки, все линии разлома между демократами и республиканцами. И Трамп просто информацию вооружился. И часто можно было даже видеть, как он бессвязно называет набор этих терминов, которые выскочили в результате этого анализа. И это сработало на самом деле. Если он сейчас говорит, и он говорил об этом, давайте откровенно, и в первую свою каденцию, намекая, что Европа не вытягивает своих обязательств, она не платит даже близко 4%, которые платят США из своего бюджета в качестве своих обязательств, то есть 4% на оборону. В свое время, как большинство европейских стран не вытягивали даже и 2%, куда меньше 2%. В этом была целесообразность. Это привело к тому, что многие европейцы решили поднять свои бюджеты под таким давлением Трампа. Но вот он продолжает говорить, намекать о выходе из НАТО. Это не официальная оппозиция. Она не подтверждается его советниками, главой его президентской кампании. Но вот этих намеков уже достаточно, чтобы и мы о нем говорили, и чтобы европейцы серьезно задумались, а что же им придется делать, если Америка выйдет из НАТО, это может вообще повлечь за собой кризис легитимности этой организации. Это будет абсолютно нечто беспрецедентное, и поэтому это уже приводит к тому, что и Макрон уже какое-то время подряд говорит, что Европе нужен свой какой-то механизм коллективной безопасности. И вы знаете, что недавно премьер-министр Швеции сказал, что Швеции нужно готовиться к войне с Россией. И это тоже звучит на фоне того, что Трамп намекает, что вполне возможно. Он не исключает, что он может выйти, вывезти США из НАТО. Опять-таки, большой вопрос, прибегнет ли он к этому, дойдет ли до этого. Или это тоже такой механизм давления. Но, опять-таки, никто сейчас в таких условиях полномасштабного вторжения России против Украины и угроз против странных членов НАТО, никто не хочет, что называется, take their chances. Никто не хочет проверить, насколько это так. И поэтому уже сейчас в Европе серьезно задумались о том, что будет в случае выхода США из НАТО, что им делать. Вот такая ситуация. Ну, большой вопрос, прибегнет или не прибегнет. А насколько большой вопрос, Питер, участие Дональда Трампа в следующей избирательной кампании. Насколько ослабляют его позиции решения, те же решения судов. И вот по последней информации мы знаем, что очень хорошо начала прибавлять в электоральном весе Ники Хейли. Благодаря чему, кстати, интересно. По поводу, давайте с последнего начнем. По поводу Ники Хейли, давайте не будем сейчас преувеличивать ее рост. Все равно, если мы говорим сейчас про первую ласточку, это будет штат Айова, так называемый строп-волк, где будет голосование, это всегда первый в календаре республиканских праймерис. И вот там он ее отвержает на 30%. Это практически непреодолимая дистанция. То есть нужен какое-то постновогоднее чудо, чтобы надеяться, что она может его там побороть. С другой стороны, штат Нью-Хэмпшир, это будет второй штат. Тут есть трое-какие шансы, если также искусств недавнюю историю именно вот в этих двух-трех штатах. Первым, втором, третьем, если не ошибаюсь, это была Южная Каролина. В Южной Каролине, собственно, Джо Байден. Джо Байден, которого, помните, списывали абсолютно со счетов демократских праймерис. Вот он получил очень важную поддержку от уже умершего конгрессмена афроамериканского. И он смог выиграть праймерис в Южной Каролине. И вот после этого его кандидатура пошла в гору аж до победы на выборах. Поэтому, наверное, ее шансы не равны нулю. Но если вы спросите меня, что сейчас думает политику мэриспубликанский, в Вашингтоне большинство склоняются читать аналитику ведущих газет и источников. Большинство склоняются к тому, что в странах таки будет. И тут ему не будет, к сожалению, помехой никакие судебные решения. Даже некоторые либеральные, знаете, юристы, эксперты считают неконституционные попытки снять его с дистанции посредством использования судов. Очень контроверсивная, беспецедентная история. И опять-таки не забываем еще, что все это закончится апелляцией в Холли-Суд, где только за свою каденцию Трамп смог назначить трех судей. То есть и сейчас распад такое, что шесть из девяти членов правонного суда это такие прореспубликанские симпатики. И, скорее всего, они проголосуют против непризнания Трампа кандидатом этих штатов. Сейчас речь идет о штате, если не ошибаюсь, это Колорадо. И, если я не ошибаюсь, штат Мейн. Два штата сейчас. Ну и к тому же сейчас эти дела идут в нескольких других штатах, почти дюжине. Но опять-таки очень сомнительные шансы на то, что Трамп будет смещен, будет вынужден сойти с дистанции в результате этих судебных разбирательств. Ну и еще раз просто повторим, что все эти разбирательства пока, по крайней мере, не дошло до обвинительных уже приговоров, не только не влияют на его рейтинг популярности среди дисплюканцев, а наоборот ему даже способствуют его росту. Кроме других тоже факторов, в том числе и успешной продажи мерчендайзов, мерчендайзов, то есть, знаете, этих сувениров, которые помогают ему генерировать на свою компанию деньги и так далее. А также привлекают доноров, которые рассматривают Трампа как мученика, который заслуживает всяческой помощи и симпатии. Да, Питер, похоже, что такой горячей президентской кампании, таких выборов в Штатах еще не было. Будем наблюдать за этим, и, конечно же, ситуация меняется буквально каждый день. Будем ждать вас в наших эфирах для того, чтобы прояснять ситуацию. Питер Залмайев был с нами в прямом эфире телеканала Freedom, директор Евразийской геморганической инициативы. Спасибо большое. Спасибо, Питер. Спасибо.